Всем привет, на связи Мабу и я недавно, знаете, думал на какие темы снимать видео, что интересно, сделал анализ запросов, сделал анализ статистики и пришел к такому выводу, что основные проблемы, которые вызваны с вхождением в профессию андроид разработчик, это вопросы именно связанные со входом в профессию. Многим непонятно, как правильно стартовать в андроид разработке, сегодня мы поговорим о том, не просто как правильно стартовать в андроид разработке, а как быстро стартовать в андроид разработке, как в сжатые сроки, максимальные сжатые сроки стать настоящим андроид разработчиком. Я вам расскажу про свой опыт, расскажу про трехступенчатую модель, используя которой вы можете стать настоящим андроид разработчиком. Если вы хотите стать андроид разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать андроид приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и конечно же настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, Если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии андроид разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе андроид разработчик за 3 месяца, на этом курсе я сделаю из вас андроид разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями, обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании, после обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему андроид, А также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва, кроме того я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под андроид и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию андроид разработчика, если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс андроид разработчик за 3 месяца, Я помогу вам стать профессиональным андроид разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя, и даже сможете построить свой небольшой бизнес, все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Мы не будем полагать, что вы выбираете, как под какую платформу создавать, под iOS или под Android, мы будем исходить из того, что вы уже знаете, что вы хотите разрабатывать под платформу Android. Итак, как же вам максимально стать андроид разработчиком, из чего начать и что начать делать? В первую самую очередь, как вы только задумали стать андроид разработчиком, я вам крайне советую сделать следующую вещь, во-первых, вы должны установить естественно Android Studio, скачивайте Android Studio, ссылка на том, где можно скачать Android Studio будет в описании под видео, вы скачиваете Android Studio и устанавливаете. Но перед установкой вы должны обязательно удостовериться, если вы находитесь на системе Windows, вы должны посмотреть и убедиться, что имя вашего пользователя написано на латинице, то есть на английском языке, а не на кириллице, то есть не на русском языке. Зачем это нужно? Все дело в том, что мы устанавливаем не только Android Studio, а еще такую вещь, как Android SDK. Это Android SDK содержит в себе все необходимые классы, методы, все что, что мы будем использовать в Android разработке. И это все должно быть установлено на ваш компьютер вместе со средой разработки Android Studio. Обязательно достоверьтесь, что у вас имя пользователя написано на латинице и устанавливайте Android Studio. Затем, чем нужно далее заняться? После этого вы должны попытаться создать проект Android приложения и подключить свой смартфон к вашей Android Studio, либо подключить тестирование ваших будущих мобильных приложений на виртуальном устройстве. Но я все же советую использовать реальное устройство. Вы подключаете свой смартфон через USB к вашему ПК, так чтобы он определялся Android Studio. Для этого нужно установить специальный плагин, для этого нужно включить режим разработчика на вашем смартфоне. Вы подключаете и собираете мобильное приложение на вашем смартфоне. Как собрать? Наверху у вас такой будет треугольничек, там справа будет отображено название вашего устройства. Кликайте по треугольничку, то есть по кнопке play у вас собирается проект на вашем смартфоне и запускается. Как только вы научились это делать, следующее, чем вам нужно заняться, это разобрать структуру файлов и папок вашего проекта. То есть проекта Android приложения. Нужно понять, для чего нужна папка res, для чего нужны Kotlin классы, для чего нужен файл манифест, для чего нужен файл build gradle. Вам нужно посмотреть на все эти вещи, вам нужно разобраться, в принципе, как происходит создание экрана. То есть для чего нужен XML шаблон, для чего нужны Kotlin классы, для чего нужен файл colors, для чего нужен файл string, как создаются цвета, как создаются названия различные через ресурсы, как правильно пользоваться ресурсами. Это вам нужно узнать. И вот на этом первом этапе, как только вы закончите вот этот первый этап, как только у вас все установлено, вы в самых азах разобрались, то есть вы можете создать пустое мобильное приложение, вам нужно подумать, кем вы хотите стать после того, как закончите обучение. Вы хотите трудоустроиться, вы хотите работать на фрилансе, вы хотите работать на своих заказах, либо вы хотите создавать свои мобильные приложения. Исходя из того направления, которое вы выбираете, нужно сделать одну очень важную вещь. Если вы хотите трудоустроиться, ищите в интернете резюме Android разработчиков, либо ищите все необходимые вакансии Android разработчики, берете, выписываете все технологии, которые нужно знать, создаете резюме, пропуская при этом ваш опыт работы, прописывая, какими библиотеками владеете, что вы Android разработчик. Везде в соцсетях вы пишете, что вы Android разработчик, то есть готовите платформу для того, чтобы заранее вы подготовили все свои соцсети, все свои аккаунты к тому, что вы являетесь Android разработчиком. Это именно нужно сделать в процессе, в самом начале обучения. И обязательно, если вы хотите трудоустроиться, включаете VPN, идете на платформу LinkedIn и создаете там аккаунт Android разработчика. Можете выдумать, грубо говоря, пару мест работы на каких-то стартапах, но у вас что-то должно быть для этого подготовлено уже. И теперь вы можете подходить ко второму пути, ко второму этапу, это изучение основ. Во-первых, вам нужно изучить язык программирования, на котором происходит Android разработка. Тут обычно Java, Kotlin, Kotlin, Java, запомните, никакой Java, только Kotlin. Официальным языком под Android является Kotlin, все новое появляется на Kotlin, вся разработка идет на Kotlin, всем нужны знания Kotlin. Изучайте основы языка программирования Kotlin. Это сделать очень просто. Вам не нужно глубоко копать, нужно изучить, как создаются переменные, как присваиваться значение переменным, как меняются эти значения, как использовать эти значения. Далее учимся, как работать с методами, с обычными методами, с методами с аргументами, с методами, которые возвращают что-то. Далее мы изучаем также обязательно условные операторы, какие бывают, и учимся их использовать вместе с переменными. Также мы должны изучить различные массивы, ну то есть коллекции. И мы должны научиться работать с этими коллекциями с помощью циклов. Когда вы это освоите, вам нужно еще понять такую концепцию, как объектно-ориентированное программирование. Вы должны понять, как создаются классы, как у классов создавать поля, методы, как под каждый класс создавать определенные объекты, как вызывать у этих объектов определенные методы или поля, как мы можем использовать такой принцип, как наследование, как мы используем интерфейсы, этого, ну и модификаторы доступа еще изучите. Этого хватит. И когда вы знаете основы языка Kotlin, вы можете перейти к изучению основ Android. По поводу изучения основ Android. У меня есть два видео на канале, недавно вышли, посмотрите. Ну опять же они будут в описании. Там как раз таки я рассказал все, что нужно знать про основы Android. Обязательно изучайте ViewBinding, Обязательно изучаем, как создаются активы, как создаются фрагменты. Вы должны понимать, где что используется, как мы можем использовать фрагменты. Вы должны изучить основы обработки событий на каждом из элементов. Ну, например, на примере кнопки. Вы должны научиться работать со стандартными виджетами. Это кнопка, текстовое поле, поле для ввода информации, различные переключатели, радиокнопки, чекбоксы, изображение, кнопка в виде изображений. Ну и все в таком духе. В общем, посмотрите эти два урока. У меня есть они в открытом доступе. Если не хотите хаотично обучаться, можете сразу записаться ко мне на обучение. Там все структурировано. Я вас обучу с чистого листа, с самого нуля. И когда мы изучили основы Android и языки программирования, нам нужно уже начать что-то делать нормальное. То есть, ну, основа Android хорошо, но более в мере сложного приложения вы на основах не напишите. Вам нужно изучить построение UI интерфейса, то есть внешнего вида вашего мобильного приложения. Вы должны изучить, как создаются все классные элементы, различные навигационные панели, выезжающие панели, различные экшнс-бары. Для этого нужно изучить библиотеку Material Design. В моем курсе ученики эту библиотеку изучают 2 недели. Это самый большой материал по объему информации, но он и самый легкий для восприятия. Изучайте библиотеку Material Design. А потом вам нужно обязательно изучить работу с локальной базой данных SQLite, с которой мы работаем через библиотеку Room. Вы должны понять, что такое база данных и научиться работать с этими базами данных. Обязательно. И вот после этого вы уже можете делать более или менее серьезные мобильные приложения. Ну а дальше уже я вам советую практиковаться. Какой-то сделать свой проект. Например, мобильное приложение для, допустим, различных заметок, или создания заданий, или для кондитеров, для поваров, сделать какое-то мобильное приложение, в которое каждый смог бы создавать свои рецепты. Вот что-то вот такое, что позволит вам использовать все необходимое, что вы изучили, и при этом научиться работать и с базами данных, и делать красивые интерфейсы. То есть вот такие мобильные приложения позволят вам все это, скажем так, прокачать. И уже дальше вы параллельно, как будете практиковаться, делать свое мобильное приложение, которое вы потом вложите себе в портфолио, добавите в резюме, укажете работу над этим приложением, как ваш первый опыт, как стартап. Не стесняйтесь свои учебные проекты презентовать как реальную работу. Потому что при трудоустройстве нужен опыт. А это ваш опыт. Презентуйте его как реальный стартап. Вот и все. Просто оформите его коммерчески и красиво. Да и все. И вот вам ваш первый опыт. И с таким подходом вы очень легко устроитесь на работу, если вам это нужно. Если не на работу, то у вас уже будет какой-то проект в портфолио, и вы сможете находить заказы. Ну и параллельно в дальнейшем, как вы будете писать этот первый свой проект, вы можете изучать какую библиотеку, как Retrofit, учить архитектурные паттерны MVM и далее. Ну, я вам советую записаться ко мне на курс, ведь все это мы изучаем на курсе. У меня есть обратная связь. Вы можете выбрать пакет премиальный и будете изучать все с моей помощью и с моей консультацией. Кроме того, под каждым уроком я даю ссылку на код из проекта, код из урока, а это реально коммерческий код из реальных коммерческих проектов. И он не только рабочий, но он еще со стороны написания чистого кода просто идеален, и со стороны чистой архитектуры также идеален. Ну, это на сегодня все, что я вам хотел рассказать. Не знаю, на этой неделе выйдет ли видео или нет, но я постараюсь что-нибудь практическое выпустить на этой еще неделе. Ну, а на сегодня у меня все. Всем до встречи, всем пока.